Здравствуйте! Вы смотрите обзор рынков от Fingraphs. Сегодня мы поговорим о восстановлении рынка акций, а также о курсе евро, пары доллар-иена и о ценах на золото. Начнем с фьючерсов S&P. Для начала рассмотрим долгосрочный, то есть недельный график. На этом графике все еще преобладает нисходящий тренд, который показывает нам перспективу на несколько следующих кварталов. На данный момент это всего лишь нисходящая коррекция. Как мы видим, она отмечена серым цветом. До тех пор, пока цена находится выше этого целевого уровня, а именно 16,78, мы не можем подтвердить наличие солидного нисходящего тренда. Пока что это всего лишь довольно сильная коррекция, которая началась во втором портале прошлого года. Но это всего лишь коррекция. Итак, на недельном графике мы видим нисходящую коррекцию. На дневном графике, который обновляется ежедневно, мы видим нисходящий тренд, несмотря на сильную восходящую коррекцию, которую мы наблюдали с середины февраля. Эта восходящая реакция уже приближается к важному уровню сопротивления на уровне 2000. Этот уровень также был уровнем поддержки в четвертом квартале прошлого года и уровнем сопротивления во время восстановления цен в августе и сентябре прошлого года. В течение нескольких следующих месяцев цена вполне может достичь целевого уровня 1800, в раннем случае 1700. Несмотря на небольшое восстановление цен, на дневном графике все еще преобладает медвежий тренд, и цена уже приближается к важнейшему уровню сопротивления. На часовом графике мы видим восходящую реакцию, которая стремится к достижению импульсивных целевых уровней, которая находится между отметками 1987 и 2042. Возможно, такое движение продлится еще несколько дней. Как мы видим, индикатор риска еще не находится на перекупленной территории. Итак, подведем итоги. На недельном графике мы видим долгосрочную нисходящую коррекцию, импульсивное нисходящее движение на дневном графике и бычий тренд на часовом графике. Последнее движение можно считать восходящей реакцией после достижения промежуточного дна. Но, тем не менее, в целом все еще преобладает нисходящий тренд. Перейдем к евро. На этой неделе единая валюта будет в центре внимания из-за пресс-конференции ЕЦБ, которая должна пройти в четверг. На недельном графике мы видим долгосрочную нисходящую тенденцию. Мы видели довольно солидное движение в период с начала 2014 по начало 2015 года. С тех пор преобладал боковой тренд, который, впрочем, был неустойчивым. В целом, мы считаем, что преобладает долгосрочный нисходящий тренд. В течение нескольких следующих кварталов курс может опуститься ниже отметки 1,07 и, возможно, даже ниже единицы. На дневном графике мы видим сильную коррекцию, которая началась после речи господина Драги в декабре. Как мы видим, эта коррекция развивается по довольно типичному паттерну. Здесь курс пытается возобновить нисходящий тренд. Курс снова достиг зоны сопротивления и поддержки, и сейчас мы видим небольшой подъем. Но в целом существует реальная возможность понижения курса до уровня 1,03 или до единицы в течение нескольких следующих месяцев. На часовом графике мы также видим нисходящий тренд. На данный момент восходящая реакция, которая началась на прошлой неделе, еще не смогла изменить основной тренд. Возможно, она продлится еще несколько дней. В четверг должна пройти очередная пресс-конференция ЕЦБ, и после этой конференции восходящая реакция может превратиться в настоящее восходящее движение. Но в целом направление тренда говорит нам о том, что на этот раз господин Драги возможно выполнит свои обещания. Если так и произойдет, то в течение недели курс евро может преодолеть отметку 1,08 и понизиться до уровня 1,06. Как мы видим на всех графиках медвежьи индикаторы, это означает потенциальное продолжение нисходящего тренда для евро. Перейдем к иене. На долгосрочном, то есть недельном графике, мы также видим нисходящую коррекцию. Эта картина немного напоминает ту, которую мы видели для фьючерсов S&P 500. Иена – это та валюта, которая может пережить леверидж и делеверидж, когда что-то идет не так, как ожидалось, а также располагает к менее рискованным стратегиям. На данный момент курс понижается и пытается достичь целевых уровней в пределах коррекции. Они находятся между отметками 113,70 и 106,56. Пока что это всего лишь коррекция. Пока рано говорить о масштабной нисходящей тенденции до тех пор, пока курс не опустится ниже этой отметки. В течение следующего квартала мы все еще считаем, что будет преобладать нисходящее давление. После того, как будут достигнуты эти целевые уровни, мы сможем увидеть возобновление восходящего тренда. Это произойдет примерно во второй половине года. На дневном графике мы также видим нисходящий тренд. Как мы видим, целевые уровни находятся между отметками 112,60 и 110,109. На данный момент мы видим небольшую боковую коррекцию, но тем не менее нисходящий тренд все еще присутствует. На часовом графике мы видим попытку восходящей коррекции. Но на самом деле эта коррекция обманчива. В рамках этой коррекции курс так и не смог достичь целевых уровней, и кажется, что сейчас курс активно пытается откатиться назад и возобновить нисходящее движение. Пока что этого не произошло, и на графике мы все еще видим восходящую коррекцию. Если в какой-то момент вернется рисковое отношение, то курс может превысить отметку 116,49. Пока что эта коррекция себя не реализовала, и курс стремится к понижению. Как мы видим, здесь два медвежьих индикатора и один бычий. Ситуация напоминает ту, которую мы увидели на рынке акций. То есть на недельном графике мы видим нисходящую коррекцию, импульсивное нисходящее движение, которое еще не завершилось на дневном графике, и восходящую коррекцию на часовом графике. Пока что эта восходящая коррекция не реализовала себя в полной мере. И в конце нашей программы поговорим о золоте. Для золота все еще преобладает долгосрочный нисходящий тренд. Можно сказать, что на данный момент этот тренд проверяется. Цена достигла целевых уровней, а затем мы наблюдали небольшую восходящую реакцию. Также мы видим, что индикатор рисков находится на перепроданной территории. На дневном графике мы видим очень сильное импульсивное восходящее движение. И кажется, оно еще не завершилось. Оно может продолжаться еще в течение нескольких следующих месяцев. Целевые уровни находятся в диапазоне между отметками 12,76 и 13,46. На данный момент индикатор рисков находится посередине, и у него еще есть пространство для повышения. На часовом графике мы видим довольно продолжительное движение и два импульсивных целевых уровня. В рамках этого движения цена может превысить отметку 12,90 и, возможно, превысить уровень 13,00 и 13,23. На данный момент мы можем говорить о возобновлении восходящего тренда. И, скорее всего, он будет актуальным еще в течение нескольких следующих недель. Подводя итоги, хочу сказать, что на долгосрочном графике все еще преобладает медвежий тренд. Но этот тренд уже практически истощен, и, возможно, он находится в процессе кардинального изменения. На дневном и часовом графиках преобладает сильное восходящее движение. В частности, на дневном графике мы видим потенциал пробития уровня 13,00. А на часовом графике цена может достичь уровня 13,00 в течение недели. На этом наше время подошло к концу. Благодарю за внимание.